Друзья, всем привет! Это ролик у нас про важные новости. В общем, едем с Алиской на УЗИ. Сейчас съездим, и после я вам все расскажу. Так, все, мы полетели. Пошли, пошли, Лису. Как раз новый гамак испытаем. Да, ой! А, ну тут, короче, запрыгнул, молодец. Как-то удобненько, Лису, на новом гамачке? Да ты же моя красавица. Все, ложись, отдыхай. Сейчас поедем. Так, тихо, Лису, ну не балуйся. Ребята, короче, приехали в нашу клинику. Белый филин, где мы УЗИ делали уже Алиске. Стой, Лис, подожди, подожди. Пошли, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Что, проходим? Лис, ну ты уж тут бываешь, что-то волнует. А кто-то у вас фамилия и фамилия пишутся. Егоров и Алиса. Егоров и Алиса. Егоров и Алиса. Давай, подожди. Давай, подожди. Давай, Лис. На бочок выпьем, спинкой к вам. Да, да, да. Все, лежи, если лежишь, молодец. Тихо, тихо, тихо. Алиса, ну не страшно, ты же была здесь, ты чё? Ты моя хорошая. Сейчас мы с тобой посмотрим, да, да. Помнишь? Вот, вот, молодец, вот, молодец. Вот так, ну, где-то. Сейчас мы с тобой. Дай, молодец, ты молодец. Пузико посмотрим, да? Поглажу я тебя немножечко. Чем лежит, ты уже молодец. Ну, вы, ну, хорошо. Все хорошо. У нас с тобой все замечательно. Смотреть приедешь, да? Приедешь, Лис? Так, тихо, лежит, лежит. Лежит, 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 не бойся, ты высохнешь. Высохнешь, моя. Ну, что, что-то. Ну, что, что? Что, моя хорошая? А так у них могут сдвигаться. Ну, так же, как и у женщин, может сдвигаться вот эта вот течка. Время течки. Вас должно всегда настораживать, если есть какие-то физиологически ненормальные выделения. Если они такие творожистые или белые, как вот, ну, всегда все сразу с гущёнкой почему-то. Это как гнойное воспаление матки. Вот. Но это обычно бывает у возрастных собак и кошек. Ну, 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 Алис. Алисенька, давай с тобой порежи. Это вот просвет маточки. Вот. А вот кишечник у неё. Я просто не понимаю, с какой стороны это показывает всегда. Не понимаю, с какой стороны это посмотреть. Считайте, что как крех ногами показывает. Что это вот и снизу на поле здесь смотришь? Да. Ага. Вот она вот, она матка, но она у неё нормальная, она физиологически нормальная, у неё ничего не утолщено. То есть, для отечки у неё есть физиологическая норма. Покушаем. Лис. Взвесимся? Да. Давай, иди, Лис. Сиди, иди, иди. Стой, стой. Тридцать два семьсот. Ну, аааа. Так. Ну, всё. Однам оплатить. Только у ВЗИ, да. У вас как-то научится. Карта. Лисунь, ну вот видишь, всё у тебя хорошо. Так, стой. Лис. Лис, жди. Жди. Сейчас ключ найдут машину. Давай, залазь. Иди, Лис, иди на место. Молодец. Хорошо. Красавица моя девочка. Не видно уж ничего. Ребят, короче, завтра по светлому вам всё расскажу. Сейчас потемно не буду, а то ещё и на работу опаздываю. Ну, пока не опаздываю, но скоро начну опаздывать. В общем, завтра всё расскажу по светлому. Всё покажу, расскажу, объясню. Так, тихо, вы сейчас всё сломаете. Новый гамак сломаете. Идите. Джессик, подожди. Стой, я расстегну тебя. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. В этом ролике расскажу вам всё то же самое, что говорил на стриме. Всё повторю. И, короче, будем решать вопрос с Алисой. Ребят, в общем, новость в том, что у нас у Алиски началась течка. Течка началась чуть раньше срока. Должна была начаться после Нового года. Началась раньше. Джессик, молодец. Короче, началась раньше срока. Соответственно, это заставляет волноваться немного. И как бы в эту течку я вообще планировал её повязать. Из-за этого проконсультировался с двумя врачами. Со своей сестрой проконсультировался. И также ездили в клинику, где Алиске в прошлый раз делали УЗИ. Там проконсультировался со врачом. И также, короче, заодно, чтобы уж вообще никаких сомнений не было, короче, сделали Алиске УЗИ. На всякий случай посмотреть, чтобы у неё там никаких аномалий не было. Короче, Алиска чувствует себя идеально. Все органы у неё в идеальном состоянии. Матка в идеальном состоянии. Короче, готова к вязке. Все врачи это подтвердили. Короче, такие случаи бывают. Ну, не такой. То есть, случаи такие не редкость. Роня, подожди. В общем, такие случаи не редкость. И поэтому, как бы, Алиска у нас готова к вязке. Но! Насчёт вязки. Чё ты, мой красавец? Идите вперёд. Вот они, вот они. Я, видите, взял другую камеру, чтобы поинтереснее картинка была. Хоть молодец, Джессик. Так, по поводу вязки. Вязка у нас будет только в том случае, если наберётся хотя бы 5-6 человек на щенков. Без, как бы, предварительных таких клиентов, ну, без предварительных таких хозяев на щенков, вязать я их не хочу. Потому что, ну, сейчас сложные времена, как бы, может получиться так, что щенки потом... Так, пошли вперёд. Джессик, ну-ка, пошли... Вперёд, вперёд пошли. Я чё сказал? Ну-ка, пошли вперёд. Вперёд пошли. А это она, красавица. В общем, может получиться так, что, ну, щенки не распродадутся, если вдруг там большой помёт будет. Поэтому хотелось бы какую-то небольшую гарантию иметь. В общем, ребят, как бы щенков мы очень хотим, потому что я по ним очень соскучился. Короче, очень хочется понянчиться опять со щенками. Так, тихо, не упасть. Здесь склон. Чик-чик-чик-чик. Короче, соскучился по щенкам. Очень хочется понянчиться. И я просто надеюсь, что наберётся хотя бы 5-6 человек предварительно, ну, кто захочет щенков от Алиски с Джисиндой. Эй, красотки! В общем, ребят, поэтому я объявляю, грубо говоря, ну, как это назвать-то, я не знаю. Набор предварительных хозяев щенков. В общем, ребят, тот, кто давно хотел, давно мечтал о собаке, те, кто мне до этого писали, что хотят щенков от этого помёта. Короче, это вот такой хороший шанс. Роня! Иди сюда! Красавчик мой! Пошли налево! Пошли вперёд, вперёд, вперёд! В общем, это такой хороший шанс. Такой хороший шанс приобрести щенка с этого помёта Алиса Рон. Потому что следующий помёт от этой пары, когда будет, неизвестно. Возможно, что очень нескоро. Так, куда вы пошли? Пошли вперёд! Возможно, что очень нескоро, потому что, ну, во-первых, там по времени может у меня не получиться. Во-вторых, Джисинда там уже поспеет к следующей зиме. Поэтому может получиться так, что Алиска ещё повяжется в следующий раз нескоро. А щенки, как вы знаете, у них получаются шикарные у Алиски с Роном. Красивые, шикарные. Вообще, мне очень весь помёт понравился. Весь помёт был ровненький, красивый. Короче, все живчики, все активные, здоровые. Короче, помёт просто офигенный. Так что, ребят, в общем, если кто-то давно хотел, кто-то мечтал, кто-то думал об этом, и те, кто мне до этого писали, пожалуйста, обратитесь ко мне в личные сообщения. Я ссылки оставлю на себя в ВК и на электронную почту под этим роликом. Поэтому буду ждать. Сейчас уже на данный момент, после стрима, по-моему, три человека есть. То ли три, то ли четыре. Что-то я уже забыл. Короче, поэтому как бы очередь осталась небольшая. Я так думаю, что всё-таки вязать мы будем. И до вязки, кстати, у нас осталось очень мало времени. Буквально, наверное, недели, а может быть, даже уже и меньше. Вон, Ронька уже к ней начинает приставать. Так что, ребят, решайтесь. Шанс такой в следующий раз выпадет, скорее всего, не скоро. В общем, жду вас у себя в личке в сообщении где-нибудь. Алиса. Ай, красавцы, пошли. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед. Пошли, пошли, пошли. Пошли вперед. Блин, как красиво здесь снимать на эту камеру. Такая красивая картинка получается. вот это тут красота. ты смотри, осторожно, там под деревьями ходи, а то упадут. Слышишь, хрустят? Роня! Рон! Что-то он кого-то увидел, что ли? Роня! Ко мне! Ты кого увидел, Ронич? А, красавчик! Пошли. Часик, ты поаккуратней прыгай там по этим каньонам. Падай, падай! нет, ветром мотает. Блин, страшно, капец! Офигеть! Опа! Блин, вот это здесь дороги! Эй, красавчики мои, пошли вперед. Как тут дерево на бошку бы не упало. Лисунья, красавица, девочка. Волчица. Волчица. Роня! Давай. Пошел, давай, давай, пошел. Ронич, пошел вперед. Тихо, 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 тихо. Скользко. Молодец. Молодец. Давай, карачка, молодец. Карачка, вперед. Скользко тебе, да? Ладно, надо мешать. Ух, кабам! Сяпчик. Давай, вперед, Ваня. Пошел. Упс. Ладно, с пользой-то не будем. Молодец. Десять, посиди. Ты красавчик. Где уже колючек не хватало? Десять. Стой, подожди. Подожди. Стой, подожди. Колючек. Все, гулять. Нет, еще одна. Дальше. Все, гулять. Галочку. Десять. 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 Глобок. Десять. Глобок. куда идем и стал стичком большой большой секрет и не расскажем мы о нем и нет и нет и нет слушай мы там наверно не перейдем давай здесь перелезем через реку через каньон так блин здесь как-то крутовато что только мне одному так показалось ай джесси красоточка встала ай красавцы 5 молодец красавчики так пошли вперед пошли 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 вперед-перед-перед ронни иди вперед главное не упасть поехали джессик ты получишь поняла у нас короче ребят уже что-то темнеет что-то поздноватенько вышли после стрима тяжеловато нам было расшевелиться и короче мы только ближе к вечеру уже вышли гулять решили вот в лесок зайти в наш побегать собачка да джессик поясик хорошо пошли вперед пошли 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 ребят смотрите какая красота тут лес такой густой красивый а ты я прям кайфую когда они бегают по лесу джесси получишь ранки пойдем вот здесь вот здесь красиво смотри как пошли вперед как будто дикие животные в естественной среде пошли вот это вот это вот как это вот так Пошли вперед Ронь, купаться не пойдем Друзья, ну все, мы пойдем уже домой, потому что уже темнеет Это такой, так сказать, рекламный ролик Грация собак На красивую камеру Показать Толстит чулик Короче, все, мы пошли домой, ролик на этом завершим Так что, ребят, пишите Кто там хотел Кто не хотел, тоже все равно пишите Короче, ссылки на свои На связь со мной оставлю В описании под роликом Роня, нет, купаться не пойдем Короче, всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok